Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Зима близко». В студии в Риге работает Вадим Родионов. На связи из Берлина Денис Ханов и объединяет нас в эфире звукорежиссёр Родион Золотарёв. Здравствуй, Денис! Да, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Добрый день! Сегодня, ну да, наверное, всё-таки не обойти нам тему коронавируса, потому что весь мир это переживает, и Латвия через буквально несколько часов станет закрытой страной, потому что полностью останавливается весь пассажирский транспорт, то есть ни поездом, ни самолётом, ни морским транспортом уже выехать из Латвии не удастся и въехать в страну тоже. Ну что, в Германии тоже, как я понимаю, масса мер принята? Да, на самом деле, действительно, предпринимаются все меры для того, чтобы ограничить этот вирус и территориально, и что касается общения людей. И в то же время я должен сказать, что сегодня мне бы очень хотелось поговорить как раз на тему отношения к тому, как люди сами реагируют на этот вирус. Понятно, что мы живём в обществе, где паника распространяется очень быстро и быстрее, чем, я думаю, наши политики в состоянии, условно говоря, контролировать это пространство, медийное пространство, политическое пространство. И я задаю себе несколько вопросов, которые, может быть, нас отдаляют от вируса как такового, и скорее приближают нас к темам реакции на то, что происходит. Если разобраться, то мы живём в пространстве, где уже многие годы фейк-ньюс как бы создают особую атмосферу напряжения, атмосферу, в которой рождаются разные мифы, рассказы о том, что на самом деле реально правда, что нет, мы очень тяжело можем это, скажем, отличить и узнать. Мы в какой-то степени присыщены ужасами и страхами. И в то же время, я думаю, что можно подумать сегодня в рамках нашей программы о том, каковы будут последствия для европейского общества или общества после того, как вирус спадёт. Любой вирус когда-то уходит, любые болезни, эпидемии исчезают, так исчезла вубонная чума, исчезла холера и так далее, и так далее. Что остаётся? Это, что называется, горький осадок, ощущения. И здесь я не хочу цитировать старый анекдот. Я хочу скорее поговорить о том, к сожалению, как быстро исчезает тонкая прослойка человеческой культуры и цивилизации, нашего общения, возможности думать о другом в периоде, когда мы находимся в рамках пространства, где мир полнится страхами. И, к сожалению, страхи эти начинают действовать и на политику правительства. Я должен сказать, что, несмотря на то, что, конечно же, я не имею права судить об этом процессе с точки зрения медицины, я не занимаюсь вирусами, я не эпидемиолог и так далее, и так далее. Я всего лишь обыкновенный житель страны, которая, собственно говоря, сейчас становится закрытым государством. Но я хотел бы задать вопрос, который меня волнует как гражданина и как человека, который претендует на то, что он время от времени задумывается о том, что происходит вокруг. Действительно ли те меры, которые сейчас предприняты, во-первых, проверены и подтверждены научной экспертизой? Дело в том, что во время пресс-конференции в субботу премьер и министр здравоохранения, как правило, ссылались на международную организацию здравоохранения, которая, значит, объявила пандемию. Хорошо, все понятно. С другой стороны, целый ряд ученых, и, собственно говоря, сама же эта организация, подтвердила то, что полное закрытие границ не является фиктивным средством. Эти новости у нас достаточно избирательно проникают в наше медийное пространство, или, скорее, вообще не проникают, потому что в любом случае не было даже версии, не было аргументации о том, что мы, несмотря на то и то, решили принять подобную ситуацию, мы решили как бы создать атмосферу санитарного кордона, который может помочь нам избежать дальнейшего распространения этого вируса. Я считаю, что сама пресс-конференция прошла отвратительно, она была плохо подготовлена, я понимаю, что это особая ситуация и так далее, но она была хаотична, и, к сожалению, до сих пор целый ряд вещей неизвестна. Например, что делать с иностранцами, жителями третьих стран? Когда, в какой момент они могут куда-то отправиться? Могут ли они вообще пересекать территорию и так далее? Это первый момент. Второй момент. Я, к сожалению, должен сказать, что я наблюдаю именно популизм, который нарастал в последние несколько, может быть, даже десятилетий, ну, словно говоря, с 2000 года. Популизм этот я вижу в принятии решений, где популизм опасен, и он в какой-то степени даже, может быть, усиливает вот эту спираль паники. Я считаю, что полное закрытие всего будет тяжелейшим ударом для латвийской экономики, тем самым для социальной среды, тем самым для налоговой политики, для политики образования, здравоохранения и так далее. Иными словами, эта цепочка, скажем, будет куда длиннее, чем мы предполагаем, и, к сожалению, я должен сказать, что латвийская политика, латвийское, скажем, латвийское правительство выбрали самый тяжелый вариант для латвийской экономики по той простой причине, что, в принципе, для того, чтобы ограничивать вирус, нужны, мне кажется, другие средства, а именно не закрывать, например, бары, рестораны, дискотеки, клубы и кафе в 23 часа. Ясное дело, что это самое последнее, о чем сейчас стоит думать, когда множество людей заболевает, а другие находятся под угрозой. Я все прекрасно понимаю. Дело в том, что нужно думать, как же и о том, что, условно говоря, во времена чумы экономика тоже должна каким-то образом существовать, может быть, даже развиваться. Беряя внимание в то, что в Латвии как таковой индустрии нет, а экономика наша в основном состоит из сервиса, услуг, скажем, финансовых трансферов и так далее, то целый ряд, скажем, мелкого бизнеса просто рухнет и исчезнет. Да, но уже мы наблюдаем такие тревожные тенденции, потому что туристическая отрасль заявила о спаде в 90% до закрытия границ это произошло. До закрытия границ. Да, мы же видим, что буквально в ближайшие дни множество людей, работающих в аэрболтике, потеряют свою работу. Это молодые люди, это те люди, которые долго бы еще платили налоги, это те люди, которые обеспечивают стабильность социального бюджета. И, по сути дела, и так у нас социальная структура общества очень странная. Она у нас перевернута кверх ногами, и очень много людей зависят от тех немногих, которые все еще в состоянии платить налоги. Да, но и гостиничный бизнес, обратите внимание, что происходит, потому что отель «Де Рома», один из самых известных отелей, он закрывается на время карантина, по крайней мере. И Линда Мурниц, исполнительный директор, заявила о том, что она не знает, что будет с отелем, с сотрудниками отеля, и вообще удастся ли им восстановиться после этой ситуации. А в том-то и дело. Именно поэтому я, например, не понимаю, но я никогда не считал себя в этом смысле очень компетентным, но я не понимаю, почему, например, до 23 часов не опасно находиться в каком-то кафе, ресторане, который так или иначе хотя бы приносит прибыль своим владельцам, тем самым обеспечивает приток налогов и так далее, рабочую силу, социальные выплаты и так далее. А после 23 и 1 минуты вдруг это становится опасным. К тому же, как всегда, к сожалению, наше правительство слишком бурно реагировало. Нужно подключать полицию, самоуправление для того, чтобы она условно обеспечивала выполнение этих требований, значит, закрытие кафе, ресторанов и так далее. На самом деле, на чем держится наш бизнес, на чем держится латвийская скромная экономика? На Риге, на столице, на центре. Не будем брать спальные районы, это все фикция. У нас нет индустрии как таковой. Помимо того, что уже десятилетиями половина Латвии как бы просто вымерла, это мертвые районы Владгалии, это маленькие местечки со сгнившими домами в Курляндии и так далее, и так далее. Все, по сути дела, держится вот на центре Риги, к тому же, туристическом центре и так далее, и так далее. И что это означает? Это означает, что будут уходить эти фирмы. И так уже давно-давно многие фирмы бегут в Эстонию из-за более, скажем, щадящей налоговой политики. Но здесь мы видим, что буквально за несколько месяцев рухнет все то, что осталось. Туристическая сфера действительно задействовала множество людей, именно рижан. Потом мы не говорим о том, каковы будут последствия для тех, кто работает в Риге, а поддерживает свои семьи в регионах. Иными словами, простите, но все это было по принципу, давайте сейчас спрячемся под одеялом, сделаем вид, что ничего не происходит, как-нибудь все это само собой разойдется. И, например, во время пресс-конференции достаточно смешная фраза была о том, что мы очень надеемся, что через несколько дней у нас будет еще одна информационная линия. Линия эта должна была быть создана заранее, особенно она должна была работать после того, как премьер закончил свою пресс-конференцию. Это безалаберность. Далее, давайте посмотрим на то, что, к счастью, в глобальном мире, как бы это нам не хотелось, мы не одни. Посмотрим, например, на примеры Германии и Финляндии. Посмотрим на призывы Европейской комиссии, неоднократные призывы, притом не закрывать границы. Несмотря на это, к сожалению, многие страны Восточной Европы, да, плюс, конечно же, и Запад, Дания и Италия, но многие страны решили просто все позакрывать. И тут у меня возникла одна крамольная мысль. А что, если реакция на коронавирус является чем-то большим, чем реакция на эпидемию или пандемию, а скорее характерными чертами политической культуры конкретного региона? То есть, может быть, мы так и остались в Восточной Европе в худшем смысле этого слова. Не прелесть национальных костюмов, кухни, дешевого, хорошего сервиса или там возврата к демократии, о которой мы мечтали когда-то, теперь многие просто-напросто забыли. А может быть, мы просто-напросто так и остались провинциальными, испуганными, эгоистичными, не солидарными обществами. И я отношу это и к своему обществу, то есть к обществу, где я живу. Да, но здесь ведь продолжаю твою мысль, можно как раз порадоваться за представителей нацблока, потому что это их мечта закрыться. То есть, в этом смысле, наверное, как раз они хотели ограничить въезд на строке. А европейская комиссия, еще раз подчеркну, говорила не только о проблемах экономики и кризисе для, допустим, всевозможных отраслей, связанных с доставкой товаров и так далее, и так далее. Все-таки глобализация, когда рушится, тогда рушатся и социальные, скажем, моменты, и рабочие места, и так далее. Но она говорила о том, что это приведет к резкому ухудшению ну как бы жизненного цикла людей. То есть, условно говоря, для многих сейчас это просто хаос, катастрофа и ад. Многие люди застряли непонятно где, неизвестно когда они и куда приедут. И, конечно же, наш министр путей сообщения очень мило сообщил о том, что это уже не компетенция нашего министерства, что мы вот до 17-го, значит, все это можем сделать, а потом, условно говоря, после нас хоть потоп. А Финляндия мудрая, тихая, спокойная страна с одной из самых мобильных экономик. Например, не закрывает свой аэропорт. Хельсинки четко и ясно дали понятие о том, что они регулярно дезинфицируют аэропорт, они контролируют состояние здоровья тех, кто приезжает и отъезжает. Тем самым, они прежде всего дают ощущение стабильности, спокойствия и того, что процесс происходит. Вместо этого Латвия вообще стала теперь недоступной. И в связке со всеми этими моментами там всевозможной уголовной ответственности, контроля полиции и так далее, и так далее, чтобы разъезжали и контролировали даже частный бизнес. В конце концов, мы можем задать и более философский вопрос. Через несколько месяцев этот вирус сойдет на нет. Через несколько месяцев или какое-то длительное время будет найдена вакцина и какие-то средства профилактики и так далее воздействуют на цифры, как раз те цифры, которых мы так боимся. Хотя если сравнить с гриппом, то, к сожалению, здесь грипп собирает урожай смерти каждый год куда более обильный. Задается вопрос, а что будет дальше с нашими свободами? Свободой передвижения, свободой собрания, свободой высказывания, например, критики. То, что я сейчас делаю, вполне можно оформить, а тем более будет запись и прямой эфир, как какой-нибудь злобный саботаж. И вообще меня, условно говоря, просто-напросто обвинить в разжигании чего-нибудь или критике правительства. А критика, она, по сути дела, может существовать просто как альтернативное мнение. Оно никому не навязывается, оно предлагается, потому что прозвучать оно должно. Оно должно прозвучать хотя бы для того, чтобы сохранить хоть какую-то полифонию мнений. Да, я еще раз подчеркиваю, я не специалист, но я вижу, как другие специалисты в других странах поступают мудрее, спокойнее, и тем самым позволяют экономике все-таки циркулировать. Да, в ослабленном варианте. То же самое происходит, например, в Германии. Да, целый ряд выставок, допустим, ярмара, каких-то форумов закрыты. Но, например, позволяется создавать какие-то альтернативные форумы. Например, та же Лейцепская книжная ярмарка и ярмарка компьютерных технологий проводят целый ряд мероприятий в формате онлайн. Программатура давно создана, она существует, она работает. Понятно, что ее нельзя достать сразу из кармана, и она должна быть каким-то образом, скажем, утверждена, приобретена, и надо научиться ей пользоваться. Но все это решаемо. Что в результате? Мы заблокировали наше государство, нашу экономику, и мы прекрасно знаем, что уже премьер даже на конференции сообщил, что, по сути дела, все это пойдет за счет новых долгов латвийского бюджета. Поэтому я думаю, что коронавирус во многом стал такой лакмусовой бумажкой того, в какой степени за последние несколько десятилетий государство и общество смогли создать предпосылки для, может быть, даже для социальной солидарности, для того, чтобы, скажем, область здравоохранения была в состоянии технически, именно технически, не эмоционально, не политически, а именно технически в процессе выздоровления, карантина, допустим, отслеживания состояния, мониторинга и всего прочего, была ли она в состоянии, скажем, создать те меры, которые необходимы для того, чтобы людей вылечить. Мы видим поэтому столь различные цифры заболевших и столь различные цифры тех, кто, к сожалению, мир этот оставили из-за этого вируса. Мы видим, например, что Италия, абсолютно безалаберная экономика, еще более безалаберная, авантюрная правительственная поддержка последних десятилетий. Все это привело к тому, что, скажем, пропитанная насквозь коррупцией — это общество, привыкшее к нам уже к коррупции, любящее ее, они, по сути дела, не озаботились тем, чем озаботилась тихая, спокойная, трудолюбивая Германия. Например, это возможность закупать новые койки, закупать новые маски, закупать новые аппараты для того, чтобы помогать людям дышать. Я имею в виду кислородные баллоны и так далее. Где-то здесь, в Германии, есть институт, который, насколько я понимаю, довольно успешно сейчас работает над разработкой этой вакцины. Не зря господин Трамп решил приобрести этот институт, перевести его в Америку и только там создавать эту вакцину и продавать для американцев. То есть мы видим здесь весь спектр страстей, эмоций и антиутопических романов. Чтобы вся Европа погибла от вируса, а Трамп будет торжествовать и будет спасителем американской нации, где десятилетиями миллионы не имеют доступа к медицинскому самому примитивному обслуживанию и сервису. Да, сейчас нам нужно прерваться, Денис, буквально несколько минут. На небольшую паузу вернемся обратно. Мы продолжаем эта программа «Зима близко». В студии в Риге работает Вадим Родионов по скайпу из Берлина Денис Ханов, звукорежиссер Родион Золотарев. Говорим мы сегодня о коронавирусе. Ну, понятно, что о коронавирусе, потому что, в общем-то, об этом сегодня говорят все, но в контексте того, как на нас это повлияет после. Потому что, как уже сказал в первой части программы, мой собеседник Денис Ханов, это, конечно, будет влиять на экономику, это будет, возможно, влиять даже и на демократию, потому что ограничения свободы, как быстро мы, в общем, сможем с этим справиться. Тоже другой вопрос, потому что можно закрутить гайки, потом гораздо сложнее их раскручивать или откручивать, в общем-то, дать назад. Возможно, какие-то сложности в этом смысле тоже будут, но сегодня, в общем-то, весь мир озабочен тем, как остановить эпидемию коронавируса. Я хочу с тобой подискутировать на эту тему, потому что ты упомянул, что вот есть восточноевропейская традиция, что мы все-таки еще далеки, может быть, от тех представлений о демократии, которые есть на Западе. Упомянул США, которые, кстати, тоже ввели чрезвычайную ситуацию и закрыли границы. И, соответственно, не только постсоветский мир так поступает. Скорее, вот даже Россия в этом смысле идет немного не в тренде, потому что, как я видел на одном из порталов, там было сообщение о том, что Россия закрывает свои школы на карантин из-за распространения ОРВИ. То есть, ни о каком коронавирусе там не говорят. Но, тем не менее, все-таки, как мне кажется, это такая общемировая история. Латвия как раз в тренде не только постсоветского, но и общемирового такого понимания ситуации. Не согласен с этим? Я согласен. На самом деле, никто не сказал, что истерика распространяется только на Восточную Европу, а, условно говоря, Западная Европа от нее свободна. Ну, по поводу США ты прекрасно знаешь мое отношение к политической культуре Соединенных Штатов. Там есть, конечно же, и сгусток интеллекта, особенно в Нью-Йорке, но в основном и как избиратели эти люди довольно далеки от европейских представления о качестве демократии, это люди, которые, по сути дела, столетиями привыкли к спектаклю, даже скорее не к спектаклю, а шоу, к цирку. И это, например, борьба гладиаторов от каждой партии, кто кого, скажем, прибьет или откусит у кого-то что-то, поцарапает и потом окровавленный выйдет победителем из этой борьбы и потом станет претендентом, и тратя при этом безумные миллионы и даже миллиарды, вместо того, чтобы тратить их на социальные улучшения положения, например, тех же рабочих или людей, которые идут из малообеспеченных семей, и, по сути дела, они исключены из социального пространства, как такового, я уже говорил о медицине. Но ведь не только коронавирус распространяется, но и вирус политического популизма, вирус паники и проблема с той в том, что правительства все больше и больше идут на поводу у своих собственных фантазий о том, какова будет реакция их избирателей. Судя по тому, как скупаются там макароны, греча, рис, туалетная бумага, как мы знаем, теперь стала хитом и стала даже очень дорогим предметом быта, может быть, даже роскоши. Мы видим, что, по сути дела, это своеобразный тандем. Общество истерит, истерят политики. Политики делают еще больше для того, чтобы общество якобы не истерило, но тем самым своим собственным своей необдуманной политикой, которая во многом замешана на эмоциях, создает следующий виток эмоционального напряжения и так дальше, и так далее, и так далее. Я наблюдал за комментариями в различных СМИ. Я вижу, что во многом есть две основные тенденции. Первая, это отдаться, в основном говоря, своему правительству и вместе с ним дрожать под одеялом и восторгаться тем, насколько мы правильно все сделали. С другой стороны, это критика того, каковы будут последствия, почему никто об этом не думает. Так вот, если мы сейчас отойдем от экономических и социальных последствий, хотя, собственно говоря, они определяют качество политики, будет еще больше недовольных безработных, будут еще больше радикалов, которые будут приходить к власти именно потому что люди хотят чудо сейчас и здесь. То есть Трамп, вот этот, по сути дела, страшный какой-то клоун в стиле Стивена Кинга, выражающий, мне кажется, все самое отвратительное, что может быть в современном обществе, популизм от дешевого, вульгарного неолиберализма, секс-скандалов и так далее, и так далее. Этот человек, по сути дела, есть всего лишь проекция своих избирателей. Он не родился таким, он таким стал, потому что таким его сделало современное американское общество. Ну, в нашем регионе все куда мельче и скромнее, поэтому наше правительство тоже во многом идут на поводу у этой истерики. Вместо этого, еще раз подчеркиваю, нужно было бы поступать, мне кажется, по-другому. Как? Это хороший вопрос. Мне кажется, нужно было бы десятилетиями создавать предпосылки для того, чтобы экономическая политика страны могла себе позволить кризисную ситуацию. То есть во многом почему закрывается? А просто ларчик просто открывался. Нам лечение людей, будь то логистика, будь то медицинские моменты, будь то элементарные предметы, будет это дальне по карману. Наш социальный бюджет давно трещит по швам, мы прекрасно это знаем, это хорошо видно на, допустим, анализе экономического развития наших регионов. Мы прекрасно видим, что наши несчастные девять городов это, по сути дела, маленькие городишки. Мы видим, что продолжается отток людей, мы видим, что коронавирус и связанная с ним истерика, связанная с тем, что у нас по сути дела, нам об этом не говорят. У нас нету врачей, у нас нет медсестер. Все те, кто могли, уезжают в скандинавские страны, потому что там радикально другой уровень зарплаты, естественно, социальная безопасность и прочее, прочее. Ясное дело, что то, что я сейчас говорю, это просто вот соль, да, и я каждый раз как бы пью наотмашь. Но мне кажется, Вадим, мы с тобой уже давно об этом говорили, такова суть публичного пространства, в нем может существовать и такое мнение, еще раз подчеркиваю, оно не является чем-то, что должно затмить другие. Да, у нас звонок радиослушателя, давай его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Давай примем. Добрый день. Да, добрый. Добрый. Я хотел бы вступить в ваш разговор буквально на две минутки. Мне кажется, что вот это то, что была эта пресс-конференция, это апофеоз деятельности премьера его правительства за последних там, за все время их существования. Если мы возьмем их нарушение закона о зарплатах медикам, закрытие самых крупных портов Риги, Венспилса, разгон Рижской Думы и так далее, то вот это вам показывает полную бездарность правительства. Да, и последний изгон из правительства министра экономики, и сегодня правительство ведя вот эту ситуацию просто умывает руки. Оно теперь вообще ничего не будет делать и полностью будет все объяснять коронавирусом каким-то, каким оно не знает. От коронавируса гибнет народу значительно меньше, от обыкновенного гриппа. Но никто ничего не закрывает. Это просто безумие какое-то. Вместо того, чтобы в каждой троллейбус повесить банки вот с этой жидкостью, которая дезинфицирует руки, вместо того, чтобы были бы салфетки влажные, где люди могли бы вытирать руки, выходя из каких-то общественных мест. Они закрывают аэропорт. Это же в части экономики они никогда не думали и думать не будут. Им это выгодно, им это интересно. Им интересно, потому что они не знают, что делать сегодня с городом Риги. Три человека управляют Ригой. Не смешно? Смешно. И в то же самое время члены Национального Объединения, несмотря на запреты, сегодня были у памятника Свободы. Ради Бога. Я уважаю их за то, что они помнят погибших и за все. Но запрет для всех, наверное, а не только для тех, кто в бар пришел после 23-х. И вот этот итог, помните наши вместе с Денисом слова, что с сегодняшнего дня начиная правительство ничего не будет делать в области экономики. Абсолютно ничего. Им не надо делать. Мало того, что они не умеют и не знают как. Таким теперь это и не надо. Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Да, прокомментировать тоже. На самом деле, я думаю, что все-таки все смешивать и бросать в один котел не стоит. Особенно, что касается Роспускарижской думы. Там совсем другие были политические условия и предпосылки. Но я думаю, что вы правы в том смысле, что во многом это действительно непоследовательная деятельность. То есть действительно, почему одним вдруг позволено где-то собираться, а другим не позволено. То есть каковы критерии? Почему символическое значение 16 марта, как бы Дня памяти легионеров, как бы это есть исключение? А почему, например, я не могу встретиться с друзьями, чтобы вспомнить кого-то из ушедших друзей 18 числа после 23-х? Собственно говоря, в чем дело? Это пародия на безопасность. Почему? Потому что мы хотим ее слышать, мы хотим узнать об этих цифрах, о границах, о закрытиях. Мы жаждаем, что в воздухе разлился запах кроволола. То есть в какой степени это наша ситуация. То есть нам нужны капельки, а они не функционируют. И во многом я думаю, что, к сожалению, коронавирус станет таким универсальным средством для того, чтобы списывать целый ряд и политик, и практик, и, увы, негативных процессов в экономике. Да, ну что ж, сегодня надо раньше закончить программу. Спасибо, Денис Ханов был на прямой связи. Это программа «Зима близко». Мы говорили сегодня о последствиях, которые может спровоцировать эпидемию коронавируса, в том числе и в информационной среде. Спасибо, Денис. Всем доброго здоровья и мойте руки. До свидания. До свидания.